Ни для кого не секрет, что тема Хануки всегда совпадает с главами, недельными главами, посвященные истории Йосифа. Да, так мы решили сегодня посвятить занятие как раз таки такому вопросу, которым задаются все решуним касательно Йосифа, а именно вопрос звучит так Почему Йосиф, отца Дик, не сообщил своему отцу о том, что он жив? Они действительно подумали, а почему Йосиф этого не сделал? Ведь он был жив на протяжении всего времени, что он был в Египте. Когда он был в доме Патифара, у него достаточно нормально все было, ну первое время, да, у него была возможность сообщить. Тем более, да, потом, когда он стал вообще царем, мог хоть армию выслать, как угодно отцу сообщить, почему он обрекал отца на жуткие страдания и не давал ему никаких знаков о том, что он жив. Так, давайте начнем разбираться. Орхай Макадош пишет в своем длинном перуше, да, почему Йосифа Садик не сообщил папе о том, что он жив. Он начинает такое, он говорит, что были вещи, и не о ним, которые должны были произойти, по постановлению Всевышнего. Да, таким образом, что Яков Авину не должен был знать 22 года, что его сын Йосиф жив, чтобы отплатить, да, вот интересно, что, ляз, знаменитая вещь, что Всевышний постановил так, что Яков Авину должен страдать 22 года, думая, что его сын, непонятно, жив или не жив, в отместку за 22 года, который Яков Авину не мог проявлять уважения своим родителям. Мы знаем, что Яков Авину не видел папу, не видел папу. И на самом деле, это очень много чего можно выучить, да, то есть из-за этого Всевышний его наказал. Он семь лет работал за Рахель, потом получил Лею, понял, что на его обманули. Еще раз семь лет работал за Рахель, да, получил 14 лет, а потом еще шесть лет работал на себя. Обратите внимание, что он еще 14 лет учил Тору. 14 лет здесь не в счет, то есть он папу не видел гораздо дольше. Получается 14 плюс 22, и два года была дорога, да, обратно. Он шел обратно. Того получается 20 плюс 14, плюс два. Получается 36 лет. Но он не видел, да, но годы изучения Торы ему в счет не пошли. Идут дальше, мы спрашиваем, а почему Яков был наказан за 22 года? То есть, ну вот за 20, почему? Потому что он семь лет действительно, ну а что, он виноват, что ли? Он работал, у него не было денег, он работал за Рахель. И он вообще-то исполнял заповедь Кибудаваэм. Ему папа с мамой сказали, иди женись. Он пошел жениться и за это получил наказание, что он не был с папой и с мамой. А что он должен был делать? На самом деле, конечно же, да, объясняют Мефоршем, здесь это не написано просто, да, чтобы нам было понятней. Он не должен был получить наказание за первые семь лет. И за вторые семь лет не должен был получить наказание. Но когда по прошествии 14 лет Яков выбирает еще 6 лет остаться у Лавана, уже для того, чтобы поправить свое материальное положение, ага, говорят мудрецы, то есть этими годами ты признал, что все это время ты делал это не Лашем Шамаем, а была еще какая-то корыстная цель, да, у тебя. А раз так, ты получишь наказание за все годы, за 22 года. Но как бы там ни было, да, то есть была такая кзыра Мина Шамаем, что действительно Яков должен был бедный страдать, он не должен был знать о судьбе Йосефа на протяжении этих лет. У Бебиурта Амошель Йосеф, и когда он объясняет причину, по которой Йосеф так сделал, объясняет Урахаем, что касается лет, когда он был в тюрьме, 12 лет из, да, 22. Ну, а почему 22 года, кстати, получается? Потому что 17 лет они продали, 17 лет продали Йосефа. Один год он был у Патифара, вся история с Патифаром. Заканчивается вся эта история тюрьмой. 10 лет он за грех перед братьями сидит в тюрьме. Еще два года за то, что понадеялся на виночерпия Сара Машким, он еще два года проводит в тюрьме. Того получается 12 лет, плюс один год, 13 лет. И после чего он становится фараоном, да, и проходят 7 лет сытых лет, и 2 года этих голодных лет. Того получается плюс 9. О, ровно получается у нас сколько? 29. Сколько? Ой, сколько? Подождите, Семенович. 12 плюс 7. Почему ты предпадал 2 года голодных? Потому что он увидел папу только через 2 года голодных. Когда уже был коллапс, дети начали ходить, братья пошли за едой, и тогда вся эта история раскрылась. То есть получается 7 плюс 2, 9, плюс 12, получается, да, 21. И как раз, когда они с папой увиделись, это было 22. Действительно было 22. 12 плюс 9 и плюс год у Патифара. Да, ровно 22 года. Все бьется идеально. Да, вместку за 22 года, которые Яков не видел своего папу. 7 лет за Рахель, 7 лет за Рахель, 6 лет, 22 года он возвращался. История с Исаваном, целое это, да, пока они дошли, было 2 года. Кстати, обратите внимание, что Ицхак все это время был жив. Он был жив вообще все это время, еще 10 лет, да. И Ицхак Авину знал, что происходит с Йосефом. Не знаю, будет здесь это или нет, но Ицхак Авину тоже понимал, говорит, интересно, почему Всевышний не открывает моему сыну Якову, что Йосеф, и решил, что нельзя, что раз Ашем не открывает Беруха Кодеш, то значит и мне тоже не надо вмешиваться, и тоже не вмешиваться. Так, окей. Что касается 12 лет, пока, да, то есть говорит у Рахая Макодош, что касается 12 лет, пока Йосеф, от Садик, был в тюрьме, вопроса нет. Почему он не сообщал папе? Он уже не мог сообщить папе, он в тюрьме сидел. Но пока он был у Патифара, пока тем более, когда он был уже правителем Египта, что мешало ему отправить сообщение отцу, чтобы тот не страдал о том, что он жив? Один год у Патифара, 12 лет в тюрьме, 7 лет сытых и 2 года голодных. Того получается ровно 22 года в отметку 22 лет, которые Яков не был с папой. То есть, да, мидаке негед мидаке. Ах, афилу им Яковлая, я луоди, ахас, аль напшо, ши яду, ахим бедавар, улецад боштам, ухеледам, хас аль напшо, ши яду, ахи, ахав, бедавар, улецад... Если бы он отправил весточку папе, то все бы выяснилось, выяснилось бы, чей он сын, что он не раб. И это вышло бы плохо в глазах египтян. Ой, прежде всего. Почему? Все так и закончилось, красиво, он дождался братьев, всем сказал, что я, что это мои братья. И наоборот, наоборот, написано, что фараон был очень рад, потому что он был какого-то безродного раба, вытащил из тюрьмы, и все были в шоке, кто правит Египтом. А он говорит, ну посмотрите на него, ну не может быть, ну какой он раб, он царь. Как он разговаривает, какой он мудрый, как он себя ведет, какие у него манеры, это явно царь. И когда действительно узнали, что он сын Якова, и что это его братья, все красавцы, все как один просто, да, садиким. И когда Яков зашел, закончился голод, наоборот, фараон был такой довольный, он понял, каких кровей, что действительно Йосеф очень-очень, да, великий, что не зря. То есть тут как бы не было вопросов. Так почему же он ждал все это время? Да, он играл в эту очень опасную игру. То есть, да, Йосеф начал эту очень опасную игру. Написано, что это вообще опасная игра, это стоило ему жизни, в прямом смысле слова. Что из-за этой игры, которую он затеял, он в буквальном слове умер раньше. Мы знаем, что он, что то, что братья называли его папу «твой раб», Яков, за каждый раз он терял год жизни. И тому он прожил на 10 лет меньше. 110 лет он умер, совсем молодой, так и не познав. Не, ну 110 лет для, среди братьев он был самый рано, который умер. И, на самом деле, если вы посчитаете в Торе, там не 10 раз написано, что Яков – раб твой, а только 5. Но опять-таки из-за игры, которую затеял Йосеф, у него был метургеман, у него был переводчик. И переводчик каждый раз еще раз ему переводил и говорил ему снова эту фразу. А Йосеф понимал и на иврите, и понимал еще то, что ему переводили. Получается 10. То есть, да, он очень опасную игру затеял. Да, что двигало Йосефом, даже если он решил там что-то с братьями выяснить, почему папе ничего не сообщил. Давайте разбираться. А я леодьё. Да? Афилу им неу ахил леодьё. Так вот, говорит он. Афилу им неу ахил леодьё. Бедавар. Бедавар. Вау, какие вещи пишет Орахай Макадош. Возможно, что он переживал, что братья, узнав об этом, папа может проклясть братьев, и те от горя вообще не смогут дальше жить, потому что он выяснит. А ну-ка, давайте посмотрим. А, сейчас, секундочку. Тяжёлый язык у Орахай Макадоша. Да? Что, как бы, если всё выяснится, так папа не знает. А если он, то сразу всё откроется. Сейчас мы увидим ещё один вопрос. Он чувствовал в душе своей, что знали об этом братьевы, и кроме своего позора и своих слов от отца, они отдали бы себя ему на погибель из этого мира, дабы не заслужить позора от отца. А также, возможно, что они всем, они будут прокляты и умрут, что отец проклянёт. С другой стороны, они будут просить, чтобы быть убраны из этого мира. То есть такие были опасения, что, понимаете, это очень такой деликатный вопрос. Очень-очень деликатный вопрос, как было это правильно сделать. Он переживал, что если отцу так это преподнести, тот сразу поймёт, а что это, как это произошло. Да, допытываться и поймёт, что произошло, и прокляст братьев. И чтобы не пристыдить их и не довести их до самоубийства или до отца, за то, что он вообще их проклянёт, он этого не делал. Ухмוכן, עדיין, חשש יוסף, שירגувו, ולא התגלה עליהם, עד ש... Тשובа. Азея, בתקופת, שהיה בבית העשרים, מתחן, שלא היה סיפק בידו להודיע לאביב. אך, אפילו, אם יכול היה להודיע, חס על נפשו שידעו, אחיו בדבר. ולצעד בושטם, ולחלי�מטם, אביגם, ימסרו, עצמם, עלאב, לבדומי נעולам, לבל תגיע, לבם בושטם, אביגם. И чтобы не принизить их от отца, то есть, דדам, ולגעמם, שרקי, קלללам, ויא�муту קולам, а также, чтобы избежать того, что папа может их даже проклясть. ולצעד זד, יבקשו לך, אבком, אבולам. По этой причине, יבקשו לך, אבком, אבולам. Он решил, как бы, скрыться от мира, то есть, вести, никому ничего не говорить. וגעבל אחר שנית מנה, למיש תלם אלах. Но что еще интереснее, что дальше, даже когда он стал уже царем, да, вторым человеком после фараона, נמנה ודיאל אביב. Он все равно продолжал скрывать это от отца. אבל דרח, אבלם, זל מутавש, יפילדам от смоли, כפשана אש, דליה, בימן, נאי חברו. согласно словам мудрецов, которые говорят, пусть лучше человек бросит себя в огонь, нежели обелит лицо своего товарища. представляете? То есть, он говорит, что причина была, что он переживал за братьев, чтобы не устыдить их перед отцом, и цхаком, и дедушкой. וקול זרע יעקב, וסаваль שיישהר עביב בצערו מיליג ביישam. וסаваль. И, к сожалению, да, он решит, да, он пусть лучше говорит, папа, да, такая ситуация, дальше продолжает страдать, пока я это красиво как-то, ну, не сделаю. Ведь в итоге, сейчас мы, да, вопрос такой, что мудрецы на самом деле очень сильно тоже ломают голову над вопросом, в итоге Яков узнал о том, что произошло или нет? То есть, мы читаем в нашей главе, точнее, не в нашей, уже в следующей главе, Вайгаш, красивая развязка, вот все знают эту развязку, и вроде как бы придет и папа, и они будут жить в Египте, но в итоге, там, в итоге, папа узнал, что произошло, как, он говорит, да, Йосеф, твой сын жив, он в Египте, ой, благодарю, а как, а как ты туда попал, что случилось, да, ну, в этом тоже как бы, только про это ничего не говорит, есть мнение, что он так ничего и не сказал, то есть до конца дней, Раши пишет, братья не давали, никогда не оставляли папу наедине с Йосефом, чтобы это, да, они всегда следили за тем, чтобы Йосеф случайно не рассказал, но Йосеф на самом деле, как мы видим наоборот, как раз таки этого и не хотел, и он по этой причине, может быть, даже и не рассказал отцу, он и раньше мог ему рассказать, чтобы как раз этого и не произошло, а также вторая причина, что когда он был царем, он переживал, что его убьют, и не открывался им, до тех пор, пока не накормил их, не напоил их, не дал им денег и подарков, и не показал им, что он с ними всем сердцем, интересно, да, он боялся, что они его убьют, да, то есть он не знает, какие у них, может, они до сих пор считают, что правильно поступили, и тем более они в опасности, они почему его, да, убрали, что видели в нем очень большого конкурента, так тем более, сейчас они узнают, что я достиг такой власти, они точно меня убьют, потому что теперь папа узнает, и проклянет, короче, да, он за это переживал, и поэтому он явно дал им понять, что все, что произошло, это было деяние рук Всевышнего, да, это все было предопределено именно таким образом, и он никакой вражды к ним больше не испытывает, он их простил, и посредством этого он уберет стыд, что они скажут, Яков, слушай, не сердись на нас, такое было предопределение свыше, и только тогда он им открылся, и внимательно читай слова Урахаева, ну понятно, там такое написано, мы знаем, что Яков Авину сам очень сильно переживал, он переживал безумно сильно, почему, потому что он принял участие непосредственное в том, что произошло с Йосифом, он, да, очень переживал, ведь что произошло, Всевышний написано, внушил ему эту мысль, что Яков начал переживать за братьев, была история с Диной, не то, что с братьями сделают то, что с Диной, просто, да, наоборот, братья перебили целый город, и очень враждебно относятся теперь к семье Якова все окружающие народы, то есть там, да, вообще Пирушин, Медрашин рассказывал, что там чуть ли не война была, царь Топох поднял целое войско, и в итоге потом, да, Всевышний сделал так, что он не начал войну, но была очень напряженная ситуация, и он переживает за сыновей Якова, и говорит, Йосеф, иди посмотри, Машло, Махихем, иди посмотри, что там, как там твои братья поживают, и Йосеф отвечает ему, Генени, вот, говорит, я готов, папа, конечно, Йосеф делает кибудавэм, понимая на самом деле, какая большая опасность, что братья не очень, сейчас он милость, да, в глазах братьев нашел, и тем не менее, да, и с ним происходит то, что происходит, и Яков винил себя все эти годы, что говорит, Йосеф, мой Йосеф, как ты мог сказать мне, Генени, где ты нашел силы пойти на смерть, но сделать то, о чем я тебя прошу, очень сильно из-за этого страдал, и, поэтому, да, действительно, это все было подстроено Всевышним, и поэтому он дождался, пока как бы не докажет, не покажет, не объяснит, что это все сделал Всевышний, да, эта история должна была произойти, а причину объясняет, тоже объясняет нам Медрашим, в Алмуде написано, да, что один пример аллегория, да, что один шорхет вел корову на забой, а она упиралась, не хотела идти, и что он тогда сделал, он взял ее теленка, и корова сразу побежала за теленком, что это значит, что Яков Авину прекрасно знал пророчество, которое он слышал от своего деда Авраама, во время союза Бейна-Бетарим, Аврааму Авину Всевышний открыл будущее, и сказал, что твои дети попадут в рабство 400 лет в чужой земле, страшное рабство, и потом они выйдут с достоянием великих, история Песоха, как Яков Авину в жизни бы, ни за что бы не спустился в Египет, он понимает, чем это чревато, что это исполняется пророчество, и поэтому Всевышний ему пришлось бы везти Якова Авину, грубо говоря, в кандалах, а Ашем не хотел этого делать, и поэтому все это было сделано, чтобы он сам пошел под фанфары, под пляски, а теленок, твой любимый сын, так он еще жив, не просто жив, он еще царь Египта, и он тебя любит и ждет, и как раз таки голод, и прям вот все складывается, и вот таким вот образом, Ашем хотел, да, чтобы Яков согласился, и пошел в Египет, да, то есть это был замысел Всевышнего, и это было как бы утешением для братьев, для Якова, для всех, то же самое, что пишут Баалей Тософот, есть, которые объясняют, что когда, Тософот говорят, когда он был рабом, и он был, страдал, и он сидел в тюрьме, понятно, почему он не сообщил отцу, потому что отец еще, еще больше страдал бы, папа, да, я жив, ну, я сижу в тюрьме, да, пожизненном, да, это еще хуже, поэтому, или там, да, меня преследуют, там, и так далее, а почему он не сделал этого, когда он стал царем, потому что не верил ему, как потом было написано, что когда с братьями он говорил, он тоже написал, он не верил им, а он слышал, как они говорят, о, нам все это за Иосифа, но он до конца не был уверен, что они проискренни, вот, и более того, кто кому не верил, не понял, непонятно пока, ему, ему, на самом деле, есть знаменитый Паруш, что Яаков не верил отцу, ой, извиняюсь, Иосиф не верил Яакову, отцу, почему, очень просто, по той же самой причине, Иосиф, наверное, тысячу раз, бедно, у него было время, прокручивал эту историю, как братья его предали, как они его продали, но он прекрасно помнил, последнее, на чем они с отцом расстались, ведь последнее, именно Яаков отправляет его к братьям, понимая всю ситуацию, и последнее, как бы, его разговор с отцом, это был выговор отца, это был сон про звезды, и отец ему говорит, ты что говоришь, это все глупости, Иосиф очень обижен, он говорит, ну, папа, как так, на самом деле, папа понял, что его сон правдивый, потому что Яаков, его сне был шемеш, солнцем, а Яаков, написано, он удивился, он говорит, действительно, меня называют шемеш, но я никому об этом никогда не рассказывал, а шем меня называет, как бы, шемеш, ангелы меня называли шемеш, когда я уснул на горе Морья, в Гене шемешба, вот солнце пришло, да, он 14 лет не спал, это было, это была колесница Всевышнего, Яакова вину, но он ему подчеркнул другую часть, он говорит, луна, какая луна, Яаков, о чем ты говоришь, твоя мать мертва, значит, твой сон неверный, он это сделал специально, чтобы братья его не возненавидели еще больше, это не помогло, братья все равно его возненавидели, но Йосеф, когда это вспоминал, он говорит, папа меня отругал, что я действительно на братьев наговариваю, не поверил мне, отправил меня потом к братьям, братья меня уже ждали готовые, план, да, они когда его увидели, они все разработали, слушай, я, Йосеф, до конца не был уверен, а мой папа, Яаков, он вообще с ними или не с ними, то есть откуда растут, может он вообще с ними, они все вместе поговорили, придумали весь этот план, он меня отправил, они меня схватили, они меня продали, не только братья видели во мне угрозу, но даже Яаков в итоге с ними согласился, то есть понимаете, у Йосефа было, как бы он до конца вообще не понимал, да, кто жертва в этой истории, да, а кто, кто нет, то есть отец его жертва, или отец его тоже участник всего этого, поэтому, да, и братьям он не верил, как говорится, И еще он думал, что стоит сказать папе, и когда братья об этом узнают, они просто оторопеют, и разбегутся, этот убежит на север, этот убежит на юг, они просто убегут, миров пахатшие, руши и оргам, от ужаса, что он будет им стить, и пытаться их убить, он царь Египта, что армию за ними отправит, и получится, что он вообще до отца убьет, что все братья разбегут, и вообще как бы, да, разрушит всю семью, и тем самым принесет большое горе отцу, И он понял, что нельзя это делать так удаленно, это не то, что весточку отправить, шалех, а папа я жив, я царь Египта, да, и братья в шоке, и теперь начнутся выяснял его, а его рядом нет, то есть там вообще непредсказуемо, чем это может закончиться, и он решил, что он должен подождать, пока сами братья не придут к ним, и он не возьмет эту ситуацию, как-то под контроль, и сначала он им раскроется, успокоит их, скажет, так, все, мы не разбегаемся, нормально, я не буду вам мстить, да, что было, то было, и что нет у него в сердце мести к ним, и их попросит сообщить отцу, то есть, знаете, они сами знают, то есть, кто лучше них сообщить отцу, так, как надо, чтобы, да, учесть все опасные, да, углы, и сказать, что он правит всем Египтом, да, А еще мы отсюда учим, насколько Юсеф Ацадик, помимо Кибуда Ваэм, он переживал за Кибуда Хив, он тоже уважал своих братьев, старших, он же был один из самых младших братьев, ну, может быть, самый младший, кроме Вениамина, он был самый младший, «Бедеврей Орахаем Акадош Нидберки, Йосеф и объясняет Орахаем Акадош, что Йосеф Ацадик не сообщал отцу о том, что он жив, из-за опасения, что это сильно пристыдит его братьев, да, это просто, это фантастика вообще, да, как вот Йосеф Ацадик, реально Ацадик, то есть после того, что они с ним сделали, да, он еще думает о том, как бы не дай бог их неонизить, есть ли ломод, аль-хангакто зоу, של Йосеф Ацадик, лизаэр, бекбуд Акхив, медеврей Хазал, амувао, бирэши, в биор Астиба, леаварет о Мицраем, макцэ, макцэ, «хуцерах, акатув, лектов зот, элэ леодиаха, шевхо шел Йосеф, шенитכвэн, лассир, херпа маал Акхив, шелуи укорин, отам, голим». Да, ничего не слышно, потому что я ничего не говорю. Я думаю, работаем. Мы же с вами вместе учимся, я это тоже первый раз вижу, текст. Биор Астиба, леаварат о Мицрим. Вот они объясняют, как осторожен был Йосеф с почетом братьев. И Хахамим, дазихунам, леврахам, приводят Раши. «Объясняю причину, почему перешли, что он перерыл Египет от края до края. Что это значит? Уцраха котов лихтов зод. Тора должна была нам это написать для того, чтобы леодьяхаш и вхошель Йосеф. Сказать, какой великий Йосеф. Шениткавэн, потому что он намеревался леассир херпа маал Ахив, снять позор с братьев, шелуи юкорин, отам, голим, чтобы их не прозвали изгнанниками». Да, что это значит? Сейчас, минуточку. Кстати, Работай, а вы вообще текст видите? Или нет? Нет. Нет. Ой-ой-ой. Я выключил и забыл его включить, что ли? Так, дай мне сказать, чтобы он был осторожен через два раза. И слово было изгнанниками. Причину перехода египтяна из одного конца в другое писание должно было написать это. Но для, что мы намерены снять позор с братьев, чтобы они не были изгнанниками. Да. Тут редкий случай, когда понимаешь все слова, но не понимаешь, что имеется в виду. Да. Не знаю. Если бы я смог найти этот Раши в Талмуде. Так. А когда он перерыл весь Египет от края до края и сделал это для того, чтобы снять позор с братьев, чтобы их не назвали изгнанниками. А еще одна причина, то мы видим, что когда он попросил всех выйти, в момент, когда он решил открыться братьям, он всех попросил выйти, чтобы никто не видел момента позора братьев. Ведь когда он им сказал «я Юсеф», они оторопели, они обомлели, они просто и Баалу, они не могли сказать ни слова. Лучше они пусть меня убьют, чем говорит «я их опозорю перед египтянами». Ведь он так рисковал. Иуда уже тянется за мечом. Они просто говорят «мы вырежем весь Египет, тебе никакие охранники не помогут». И тут Юсеф говорит «все вон, все прочь, оставьте меня одного вместе с ними». Братья в шоке, египтяне в шоке. Там такое место того, чтобы звать охрану, он говорит всем выйти. Братья говорят «он что вообще камикадзе что ли? Он один остался против нас? Он что хочет вообще?» это очень интересно замедлеживопис, он показывал свою силу. То есть они и в этот момент, но видите, как он сказал, он очень рисковал. Братья могли не дождаться, просто элементарно не дождаться развязки. Они могли просто его убить, воспользоваться ситуацией, потому что он устраивал какие-то вот эти капканы для них, в которые они постоянно попадались и выкручивал все таким образом. Они понимали, что это все его уловки. И это было очень опасно. Тем не менее, он сказал, пусть лучше они меня убьют, чем говорит, в момент, когда они будут опозорены при посторонних людях, тем более при египтянах. И также объясняют мирились бы, люди бы как бы продолжали говорить, а, это его братья, которые, кстати, на минуточку его продали в Египет. Да, чтобы эти, какие они жестокие бунтари, чтобы они не жили на нашей земле. Они восстали против родного брата и также против своего отца восстали. Ничего себе, какие они. Смотри, как они поступили со своим отцом. Посмотри, как они поступили со своим братом. А этот их брат на минуточку, хоть он и жертва. Может быть, и Иосефу тоже не надо верить, он восстанет против фараона. Короче, все это было очень чревато. И поэтому говорит Балия Тософот, что Иосеф не хотел навредить своим братьям. Чтобы, да, пошел слух о том, какие они плохие люди. И также продолжает Урахаим и говорит что причина, по которой Иосеф попросил всех удалиться из комнаты, когда решил открыться братьям, он не хотел принижать достоинства братьев, когда вскроется то, что они опустились из-за того, что продали родного брата. И да, сделал это по причине того, чтобы ни в коем случае их не унижать. Но вот что непонятно. То есть, как бы, давайте вернемся. Главный ответ Урахаим и Акадоша, почему же Иосеф не сообщил своему отцу о том, что он жив, заключается, что из-за почеток, из-за уважения к братьям. Да, боялся братиков обидеть. Но это, говорит, надо понять, что действительно есть такое правило, когда касается делать тебя, да, написано прыгни в огонь, но только не позорь своего товарища. И самый яркий пример этого, кто у нас в Торе? Кто у нас в Торе? Самый яркий пример этого. этого правила. Хороший вопрос. Сейчас, подожди. Не могу сказать. Прямой пример. Прямо не надо. Вот прямо, как написано. Лучше прыгнуть в огонь, чем опозорить своего близкого. Это сестра Леи, Рахели. Чтобы не опозорилась сестра, она ей дает. Очень хорошо. Близко, близко. Но, конечно же, это тоже наша недельная глава. Тамар, 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 ее повели сжигать, как дочь Коина, но она сказала, представляете, а Иуда, он правитель, он судья, к нему пришли. Иуда вынес постановление, но если так, она беременна, ее мужья давно умерли, Шелла с ней не был. Что и как она беременна? Загуляла, а ей нельзя при живом брате, она Евама. Это, это, это должна сгореть. И вообще, как бы, и тут, что говорит Тамар? Тамар, она говорит, лучше говорит, чем я его опозорю, лучше я сгорю. И она тихо ему посылает эти вещи и говорит, Иуда, этот ребенок, на самом деле, он не Мамзер, не Нагулины, его отец тот, кому принадлежат вот эти вещи. Понимаете? И все принесли, говорит, вот она, отец, владелец этих вещей. Кроме Иуды, никто не знает, чьи это вещи. Это его личные вещи, это обычный посох, палка, там его какая-то печать или что-то, его кольцо или что-то он не оставил. И тут у Иуды возникает выбор. Он понимает, он в секунду понимает, что речь идет про него. Но он, и ему позор, он что-то должен сказать, извините, извините, остановите казнь. Это я, это мой ребенок. Представляете, все на него посмотрят, Иуда, ничего себе, ты что, не помнишь, от кого у тебя, как это вообще, да, то есть он, это такой позор. А он мог спокойно промолчать, сказать, не знаю ничего, да, продолжить казнь, ни свидетелей, никого, дело закрыто. Она полностью оставила это на Иуду. Она сказала, если хочешь, можешь промолчать. И меня просто сожгут. Но чтоб ты знал, говорит хозяин, это Тамар была. Тамар вот за свою праведность. Она все сделала Шем Шамаем. И величие Иуды, почему он станет царем, обратите внимание, тоже целая отдельная история, что Йосеф справился с испытанием женщины на сто процентов. Он Йосефа цадих. Но в итоге царем будет именно Иуда. Хотя Иуда, можно сказать, провалил испытание. Да, он увидел красавицу и зашел к ней. Да, он сделал все. Но что? А Шем говорит, я не могу требовать от людей уровня Йосефа. Йосеф, это вообще всем эфоршем поражаются. Парню 17 лет, самая кипит кровь. Его просто годами домогается. Да, она просто, она помешалась на нем. И как он выдерживает это. Это уровень вообще сверх людей. Это невозможно так себя вести, как Йосеф. А что, говорит Ашем, я требую? Вы, люди, вы, конечно, будете делать ошибки. Я хочу, чтобы вы были, как Иуда. Другая сила. Умение признать ошибку. Ты не можешь никогда не совершить ошибку. Никогда не опоздать на шахарит. Никогда не сказать лошонара. Конечно, люди делают, они делают, они совершают вещи. Но только прошу, умейте ошибки признавать. Иуда, в чем его величие, его царство, и он получил корону. Это реально, да, такими цари, все будут делать ошибки? Признать. Он сказал, она права, я не прав. Я не прав. Она все сделала правильно. Я отец, я следующий, я ей шелу не давал, и я ей обещал, и что ей было бедное делать, и это полностью моя вина. И он это сделал. Это история, да, Иуды и Тамар. Так Юсеф руководствовался этим же принципом. Но, дорогие мои, вопрос в чем? Этот принцип работает, когда речь идет о тебе, о тебе. То есть, чтобы, Тамар говорит, чтобы мне не опозорить Иуду, я лучше сгорю. Вот Роберт очень хорошо сказал. Рахель говорит, я лучше заведу в свой дом соперницу, или хуже того, запрещено жениться на двух сестрах. И я вообще потеряю любимого навсегда. У него не было никаких гарантий, что после обмана Яков вообще на ней женится. Он, может сказать, извини, Рахель, очень жаль. Ты такая умная, подсказала сестре наши секретные символы. Все. Теперь я женат на Лее. А ты ее сестра. Я не могу на тебе жениться. То есть, она поставила на карту все, чтобы не опозорить сестру. Но хорошо. Это когда касается тебя. Но, Юсеф, речь идет про твоего отца. Не про тебя. То есть, ты говоришь, папа пусть страдает, но братьев я не опозорю. Это где написано? Это где ты выучил такое? То есть, этот принцип, который говорит, в чем вопрос на Урахаима? Урахаим говорит, что причина, по которой Юсеф не рассказал братьям о том, что с ним произошло, заключается в том, что он боялся за почет братьев. Как говорит, принцип должен сгори в огне, но не опозорь другого. Но речь-то идет про другого. А тут речь идет не про него, а про отца. По какому праву ты можешь мучить отца? Чтобы не опозорить братьев, пусть отец помучается. Это как понимать? Окей. Объясняет Беркат Шимон. И объясняет Беркат Шимон, что нет, что имеется в виду, что, конечно, во главе всего стояла как раз-таки боль отца. Это что руководствовался Юсеф. Он пытался сохранить честь братьев и понимал, что честь братьев не только он должен беречь, она также важна для самого отца, для Якова. И Юсеф думал, что если неправильно это сделать и вскроется все, как оно было, то горе, которое испытает отец, узнав, что 10 его сыновей, 9 его сыновей, да, нет, 10 его сыновей, оказывается, поступили таким ужасным образом, это будет для него больше удар, чем потеря одного сына. Потому что потерять 10 сыновей, как бы, да, понять, что они там, злодеи в данном случае, да, это больше для него удар, чем даже потеря одного сына Юсефа. Так он объясняет. То есть страдания Якова от детей, которые так поступили, было бы больше. То есть видеть, как бы, то, как все твои дети испортились, это хуже, чем потеря Иосифа. Это пирка Шимон, так говорит. Медивре рабейну аураха и макадош лекаман הצדиким иютах ифесу бе-адар абэн бе-юто бе-бе-бе-эш. Так, тут приводится цитата. Одну секундочку. Ну, это, конечно, интересная история. Биркат Шимон надо записать. Что более проживало. Да, вот тут еще один Перуш приводится, который звучит так, если вы еще со мной. Книга называется «Кто в Лахаим?» Нет. Вот Рахаим Акадош говорит, что праведники, они больше желают лучше потерять сына, чем... То есть физически, чем потерять его, как бы, что он станет злодеем. В Иракле Ахарше Негле. И поэтому это такой стыд, да, то есть когда сын ведет себя ужасно, творит зло. И поэтому только после того, как открылось, что все это было предопределено Всевышним, тогда не было больше места стыду и страданию, и тогда он смог им открыть. Да, то есть когда ты понимаешь, когда все схлопывается, а, мы вымрили от голода, а, Йосеф должен был нас спасти, а, вот как все это должно было произойти, вот почему я должен был туда, а, это все план Всевышнего. Яков, когда все это раскрылось, легче уже было это принять. Легче это было принять. Вы знаете, я сегодня опоздал на молитву. Почему? Потому что поехал по короткой дороге, по которой езжу каждый день. Я повернул, да, там по Ситидейлу разворачивался, а там авария. Длинномер и трактор, я не знаю, как они встретились, короче, генератор пролетел, они перекрыли полностью дорогу, проехать невозможно. И пришлось все машины сдавать назад по этой узкой, да, это вообще просто караул, да, чтобы выехать обратно на Садовое и разворачиваться аж через Орликов, чтобы приехать в Ешиву. Понимаете? А еще пару дней назад я случайно пропустил этот поворот. И проехал его, и думал, ой-ой-ой, как я мог пропустить поворот, как я мог пропустить... И человек страдает, да. Но если бы я сегодня пропустил этот поворот и сразу бы поехал на дальний разворот на Орликово, да, я бы не оценил, я бы бился и говорил, ой, как жаль, как жаль. А на самом деле что? На самом деле это было бы самое лучшее, что я мог сделать. Я бы сэкономил бы время. То есть, когда у тебя раскрывается, когда ты понимаешь, ты уже находишься там в конце, и ты понимаешь, почему ты пропустил поворот. На самом деле ты наоборот сэкономил кучу времени. Там была авария, тебе и нужно было ехать прямо. Если бы ты повернул, ты бы потом выезжал оттуда полчаса. Да? Только потом ты можешь сказать, ага, ну да. Но когда ты в моменте, ты этого не понимаешь, ты страдаешь, ты пропустил поворот, я бы там повернул, а я вот взял, пропустил, теперь мне надо там разворачиваться, ехать. Поэтому Йосеф, да, довел, то есть до конца, он дождался, пока братья придут, чтобы показать, чтобы выстроить всю вот эту вот цепочку, показать, что Мина Шамаем, все было Мина Шамаем. Ну не только же это, еще самое главное, чтобы сон сбылся. О, да, но это и есть, это и есть. То есть, когда ты показываешь, что видите, видите, эти сны, они сбылись, это было все предопределено еще давно. Нету правых, нету виноватых, нету злодеев, нету стыда, нету обиды. И у меня нет обиды. Братья тоже не верили ему, что у него нет обиды. Они до конца тоже, раньше мы форуши пишем, что не давали ему встретиться с отцом. Они боялись, что перед смертью он расскажет, а что когда Яков умер, они боялись, что он начнет мстить. После смерти отца и пришли, сказали, что папа перед смертью, они обманули его, что папа перед смертью заклинал тебя, чтобы ты нам не мстил. Понимаете, они до конца даже не могли в это поверить, что он их простил. То есть, для этого нужно было очень большой аргумент. Какой? Смотрите, вы только что поклонились, и вы все здесь. Мне было нелегко заставить вас провести Бениамина. Вы все здесь, и вы поклонились. Да, а помните мои сны? А я Йосеф. А все это был план Всевышнего. А вот тут клубок можно распутывать. А теперь идите и скажите папе, и всю историю ему расскажите. И тогда, понимаете, вот так вот это видел Йосеф. Так объясняет это ореха им, акадош. И по этой причине Йосеф, в первую очередь, когда отправил отцу подарки, он отправил их и запряг эти телеги коровами. Это очень странно, как бы. Египет всегда славился своими лошадьми, какими коровами он запряг. Да, для чего? А, что показать папа, говорит, я помню, последнее, что мы с тобой учили, был закон Игла Аруфа. На самом деле, в чём? Это в доказательство той фразы, что мы сказали, что для праведника потеря сына духовная, она хуже потери физической. То есть, для Яакова сын умер, Йосеф, очень жаль. Но сын жив, но он там, не знаю, в Египте занимается непонятно чем и вообще отошёлся. Это ещё хуже. Это ещё хуже. Это прям вдвойне удар. Поэтому, когда они пошли говорить, папа, Йосеф жив? Первый вопрос был, Йосеф, Йосеф жив? Что он там делает в Египте один? Десятки лет, 22 года. Он-то может и жив физически, но правитель Египта. О, поэтому Йосеф говорит, папа, я жив, жив. Я жив и в духовном смысле. Я всё помню. Да, вот, говорит, каждое слово, что мы с тобой учили. Поэтому он даёт отцу намёк согласно вот этому высказыванию мудрецов. Окей. Гимель. Альберт, у меня вопрос, возводи вас, говорит. Мы все знаем, что, Альберт, слушаешь, да? Да, слушаю. Мы все знаем, что, как ты сказал, что отец перед смертным братьям, ну, братья сказали, что отец передал нам, что нас не трогать, ну, чтобы нам не мстить, как ты сейчас сам сказал. Да, в чём дело? Они говорят, Йосеф, мы должны тебе сказать, что мы говорили с папой перед смертью. Он говорит, да, и о чём же вы говорили? Папа сказал нам, что, да, чтобы ты нам не, там, ничего не делал. Да, не было. Значит, значит, получается, как будто они отцу сказали, что мы его продали, получается. А те же, да, задал бы же вопрос ему, когда, если он бы так, типа, сказал бы, а почему он должен вам сидеть, если вы ничего не сделали ему? Давайте откроем Тору. Я посмотрю внимательно, что он, он не мстит. Как он сказал, как он сказал, чтобы ты обходился с братом? Хлеб давайте. Я думаю, если я правильно помню, хлеб, чтобы нас хлеб кормил их. Да, сейчас, секундочку, давайте посмотрим точно, как там было написано. Там ещё очень много работая, поэтому мы ещё на этот вопрос ответим, и, наверное, на следующую неделю, она тоже в Айгаш. Продолжим нашу экспансию. Но сейчас давайте посмотрим, да. Да, это шифти. Шифти. Нет, у нас в Шифти есть, сейчас точно совпадает с отдельной главой как это разбирательство. Вот в данный момент мы изучаем, почему Юсеф не, целую, целую программу вот разбирает все мнения, почему Юсеф не рассказал отцу о том, что он жив. Известный вопрос. Да, в прошлый раз, да, мы говорили в прошлый раз про Хану и её сыновей, и что она покончила с собой, вот это мы говорили. Так, 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 вот, 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 вот. сейчас секундочку вот здесь опасаясь что теперь он отомстит им они сочинили целую историю и они велели передать Иосифу перед смертью вот да твой отец завещал скажите Иосифу так прости молю тебя вину твоих братьев и их грех да они впрям причинили тебе зло прости же вину рабам бога отца твоего и плакал Иосиф когда говорили ему это их слова представляют собой ложь во спасение но Иосиф понял почему они сказали именно это братья употребили слово прости первый случай когда оно появляется в торе так как все еще не были уверены что на самом деле есть да имеет ввиду Иосиф может ли человек по-настоящему простить тех кто продал его в рабство Иосиф плакал из-за того что братья не вполне понимали что он давно уже простил их он больше не желал нам зла в его сердце не было ни гнева ни затаенной обиды не жажды мести он обуздал свои чувства и преосмысл свое понимание случайно прощения не он не является ни биологическим да да то есть они ему это так преподнесли что Яков как бы знал знал об этом они сочинили эту историю ложь то есть да но получается Лехеора да что да что они сказали Иосифу прости нас папа папа сказал чтоб ты нас простил он папа догадался папа догадался и сказал простил на самом деле на самом деле это была ложь во спасение ложь во имя мира чтобы был мир как мы учили да что ногам можно искривлять эмет ради мира и кривить истиной ради мира окей работай на этом мы с вами да здесь я думаю мы с вами сделаем паузу и беззаташем продолжим могу даже сказать у нас видите у у нас еще мы только на букве дарит дарит это будет то есть как раз таки будет разбираться что он этого не сделал потому что все на самом деле сделал всевышний потому что он клятва вы слышите что вау это вообще это будет фантастика да это мы будем учить что десятым что клятва которую братья взяли что никто не расскажет папе о продаже Иосифа Иосиф тоже был в этой клятве они его тоже они на всех а кто это не сделает кто расскажет папе подлежит херему об этом мы говорим в следующий раз и последнее знал ли на самом деле Якова Вину о продаже Иосиф то есть это тоже будем обсуждать может быть да Иосиф полагал что Яков знал про все и еще что он не причина по которой Якова Вину об этом не знал потому что сами про отцы не говорили больше чем то что написано в Торе то есть какой-то доступ был у наших прадцов к Торе до того как она была дана тоже об этом поговорим но они не говорили больше чем то что написано в Торе и поэтому тоже не раскрывали ему поэтому Иосиф действуя этим принципом тоже не говорил я подробно уже как бы в это во все нарнем в изратошем в следующей шифте а я с вами на этой ноте прощаюсь всем хорошего дня учите Тору в изратошем до следующего раза ходы что в ханукасамнеах сегодня восьмой день всем шквах прощаюсь с вами